Всем добрый день! Сегодняшнее видео я хочу посвятить основным ошибкам, которые могут допускаться при проведении пилингов. То есть даже не во время проведения пилингов, а до, во время и после пилингов. Сейчас у нас осенний-зимний период начинается, и пилинги – это достаточно актуальные процедуры для нашего климатической, для нашей зоны. И поэтому, конечно, важно знать, как это правильно себя обезопасить. Что бывает неверного? В первую очередь, если рассматривать период до пилингов, это отсутствие подготовки. Когда человек идёт и делает пилинг без всякой подготовки, а косметолог в силу, возможно, своей невежественности какой-то на это соглашается. Такого быть не должно. Только какой-то поверхностный, совсем лёгкий пилинг, например, на основе энзимов или небольшого процента АХ-кислот при достаточно высоком PH, выше 2,8-3, допускает такую возможность. Более серьёзные какие-то пилинги, срединные, поверхностно-срединные, они требуют подготовки кожи, чтобы этот пилинг не оказался для неё ударом. Для того, чтобы кожу подготовить, всё зависит и от самого предполагаемого пилинга. Например, к кислотным пилингам с низким PH готовят кислотными средствами в течение как минимум двух недель. То есть это сыворотки, какие-то гели, кремы с небольшим процентом АХ-кислот, ну и, соответственно, с переносимым кожей PH в районе 3-3,5-4 водородный показатель. И эти средства не являются сами по себе пилингом, но они содержат кислоты, они постепенно снижают PH кожи, они постепенно способствуют эксфолиации, истончению рогового слоя эпидермиса, для того, чтобы потом пилинг проникал в кожу равномерно. Если же мы делаем, например, пилинг на основе ретинола, то есть ретиноевый, так называемый, жёлтый пилинг, то, соответственно, кожу, как правило, готовят ретинолом, либо комбинируют ретинол и кислотные средства, но это уже специалист назначает эту комбинацию, если видит в этом необходимость. Так, по классике, перед ретиноевым пилингом назначается, как минимум, на месяц, лучше всего, средства, содержащие небольшой процент активного ретинола, наподобие того, который содержится в нашей кремообразной сыворотке ретидерм 0,25, то есть 0,25% ретинола активного, либо 0,5% активного ретинола. И таким образом, при режиме использования от трёх недель, потом с переходом на через день, иногда бывают другие схемы, более ударные, чтобы достигнуть так называемой быстрой ретинизации кожи, перед пилингом, это уже опять-таки назначает специалист, но подготовка такая обязательно должна быть. Ну, в среднем это занимает месяц, то есть где-то 4 недели. И только потом можно проводить так называемый жёлтый пилинг. Жёлтый он назван, потому что он имеет такую окраску благодаря как раз витамину А, он имеет жёлтый цвет, и лисею этих пилингов можно проводить после такой подготовки. Так вот, если, например, сильно выражен киперкератоз, то есть повышенное роговение эпидермиса, то очень важна ещё дополнительная эксфолиация. То есть к другим подготовительным мерам добавляется ещё регулярное, например, отшелушивание при помощи тех же энзимных или энзимно-фруктовых пилингов 1-2 раза в неделю. И непосредственно перед процедурой предуход, то есть, как говорится, подготовка кожи, она тоже выполняется с использованием более мягкого средства, обладающего эксфолирующей активностью, такой пилингующий. А потом уже на подготовленную кожу наносится более серьёзный пилингующий раствор. Но это чаще всего относится как раз к кислотным пилингам. Это всё, как говорится, считается химический пилинг, потому что есть ещё лазерная шлифовка, но об этом мы сегодня говорить не будем. А что неправильного можно во время сделать пилинга? Это неправильно определить показания. То есть слишком тонкая кожа с нарушением барьерной функции, пересушенная, обезвоженная. Идёт человек на пилинг, косметолог делает его и получает осложнение. То есть у человека состояние кожи становится гораздо хуже, чем после пилинга. Не какой-то там короткий реабилитационный период, а достаточно длительно. Может, например, развиться пигментация, если к этому была склонность. И, например, человеку не объяснили, что нужно тщательно защищать кожу от солнца. Тоже как осложнение. И особенно если слонность пигментации есть, тоже нужно внимательно смотреть, стоит ли именно в данный момент, например, проводить этот пилинг, если, например, ещё солнце достаточно активное. Человек имеет риск случайно попасть хоть на 5 минут под действие солнечных лучей. Слишком низкий пилинг при тонкой, например, кожи чувствительной может спровоцировать осложнение. Наоборот, слишком слабый пилинг при толстой, жирной, гиперкератозной коже тоже это минус, потому что мы не получим нужный эффект. То есть есть нюансы, которых разбирается специалист. Поэтому я не сторонник, например, использовать серьёзные пилинги дома не специалистами, потому что шансов навредить гораздо больше, чем создать хороший эффект. Есть маленький такой нюанс, который тоже иногда забывает, это защитить чувствительные зоны. То есть зону вокруг глаз, зону вокруг носа, зону вокруг рта. Обычно, когда делается кислотный пилинг, эти зоны защищаются каким-нибудь силиконсодержащим, да хоть узелином, каким-то средством, которое не будет давать кислоте проникать через кожу, через верхний слой эпидермиса. Вот это важно. А в постпроцедурном уходе нам важно, опять-таки после пилинга, соблюдения рекомендаций, никаких спортов, бассейнов и нарушенной гигиены, обязательно в реабилитационном периоде должны быть назначены восстанавливающие средства, какой-то барьерный гель, например, который лучше поможет перенести, он может содержать силиконы, минеральное масло, неважно. То есть хоть какие-то просто барьерные ингредиенты, которые не обладают какой-то сами по себе, инертные, не обладают какой-то такой лечебной функцией. Они просто приглаживают чешуйки, помогают пережить вот этот период шелушения более комфортно. Кроме того, обязательно с первого дня должны быть назначены заживляющие средства, которые будут стимулировать регенерацию, например, гель интенсив регенерации, и обязательно должен быть максимальный по SPF-фактору, SPF. Опять-таки тоже чувствительная кожа иногда плохо переносит комбинированные фильтры, и нужно минеральный экран использовать. Но для большинства достаточно SPF 50, как в нашем мультипротекторе SPF 50 плюс Oil Free, комбинации нескольких самых современных и безопасных ультрафиолетовых фильтров, которые будут защищать кожу после пилинга, чтобы не спровоцировать пигментацию. Если все эти рекомендации соблюдать, избежать этих ошибок, то процедура пилинга пройдет с хорошим результатом. Подписывайтесь на наш канал. Если мы были полезны, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о наших новых видео. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!